Июнь Я работаю дизайнером интерьера в основной части и сталкиваюсь с проблемой подбора мебели, так как серийное производство имеет ограниченное количество позиций и хотелось бы выразить идентичность именно нашего региона, поэтому хотелось бы разработать мебель, которая будет ее отражать. Основная часть мебели изготавливалась в домашней мастерской, так как мой супруг имеет опыт в проектировании и изготовлении мебели, он выполняет работы по металлу. Также были привлечены смежные специалисты по дереву. Мы самостоятельно приходили в цех и изготавливали на их станках. Также дипломы получили студенты из Китайской Народной Республики. Выпускница подготовила проект, темой которого стала китайская философия, а именно взаимосвязь человека с природой. Инсталляция представляет собой пример того, как современный человек оказывает негативное влияние на окружающую среду. Арт-выставка посвящена международным отношениям России и Китая. Здесь можно увидеть постеры, которые отражают всю теплоту взаимоотношений, которые возникли между странами. Тяжело. Конечно, языковой барьер присутствует. Из-за этого мы долго думали, в каком русле повернуть магистровские работы и решили именно сделать их такими арт-инсталляциями. Потому что язык творчества, он такой интернациональный, и мы друг друга поняли. И, собственно, они раскрыли свои компетенции. Отметим, что Институт дизайна и пространственных искусств – один из самых молодых институтов Казанского федерального университета. В 2024 году состоялся второй выпуск магистров. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова